Музыка Вардан, здравствуйте! Здравствуйте! Вы недавно приехали в Севастополь. Расскажите, пожалуйста, как вас город встретил? Я вчера приехал. У меня вчера состоялся концерт в Севастополе. Но я скажу, что, к моему сожалению, я первый раз в Севастополе. И сегодня у меня появилось время погулять в Севастополе. И, конечно, я много раз слышал о городе Севастополе. И сегодня то, что я смотрел, мои ожидания оправдал. Вот Севастополь есть Севастополь. Я, конечно, много читал, много слышал. Все истории я тоже знаю в Севастополе, как начиналось. И, конечно, впечатляет. И Бухта, и сам город. Город очень красивый, уютный. И я уже влюбился в Севастополь. Я, надеюсь, еще не раз приеду сюда. Вы даете концерты в Европе, в Азии, в сотнях народах России. Теперь вы приехали в Севастополе, дали концерт свой. Я слышал, у вас несколько программ. И в Севастополе вы представили программу «Парад страстей». Расскажите об этой программе и какие у вас программы есть. Да, у меня есть несколько концертных программ. Первая программа – это «Парад страстей». Вторая программа – «Время триумфа». А третья программа – это музыкальный ринг. Это когда двое музыкантов собираются и на сцене будут спорить, кто лучше. Конечно, это в кавычках кто лучше, потому что всегда будет выигрывать музыка. Всегда будет выигрывать классическая музыка и самые инструменты, которые там будут участвовать. Естественно, со скрипкой это вы, а другие музыканты? Другие музыканты со мной участвуют и скрипачи, и балалайка, и тромбон, флейта, балет, даже танцевальные баттлы. Бывает скрипка и танцовщица, кто лучше. Но сейчас вернемся к концерту. Мой концерт состоялся вчера, называется «Парад страстей». Почему «Парад страстей»? Потому что мелодии, которые я играю, – это классические, народные и популярные произведения в современных обработках. Не в классическом стиле, а в современных обработках на классической акустической скрипке. Я играю, и каждое произведение – это одно чувство человеческое. Вот там есть и любовь, и тоска, одиночество, веселье, радость. Вот это все гамма человеческих чувств в моей программе присутствует. И кто в концерте присутствует, зрители, они изначально, знаете, вот такой момент, не знают, что они скрипку любят. А приходят думать, как-то странное ощущение, что как это скрипка, современных обработках, целая концертная программа. И буквально через 10 минут они уже погружаются в ауру концерта, ауру прекрасной музыки, классической, народной. И в конце концерта они не замечают, как они уже стали поклонниками именно скрипки, именно классической музыки. Потому что они не знают, что еще любят скрипку. То есть вы нашли подход к севастопольскому зрителю? Да. Не скажу, что это громко сказано, но можно сказать так, что нашел подход к каждому зрителю, каждому человеку, путь к сердцу, который их трогает. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а как давно вы начали заниматься музыкой? В каком возрасте обычно все в детстве начинают заниматься музыкой? Да. Я 6 лет, как меня отдали в музыкальную школу, вот я уже 40 лет занимаюсь скрипкой. Музыкальная школа, училище, консерватория. Вот все этапы я прошел, учебы. И вот почти 20 лет назад я создал свою концертную программу, которая так и называется «Парад страстей». И с этой программой я очень много гастролировал. Всю Россию я объездил, от Мурманска до Владивостока, от Камчатки до Сочи. Вот сегодня я уже у вас, Севастополя, и я очень рад, что наконец моя мечта исполнилась. Вот побывать в Севастополе и дать севастопольскому слушателю вот мое творчество. Это вы, получается, 20 лет на эстраде уже? Да. 20 лет в эстраде. Уже довольно-таки приличный срок. Скажите, пожалуйста, что вас вообще сподвигло заниматься музыкой? Возможно, у вас какие-то кумиры были, современники? Да, конечно, кумиры были. Конечно, первый же кумир — это Никола Паганини. Когда я еще в детстве учился, я читал и книги, и фильмы смотрел. И знаете, вот как раз эти фильмы, вот книги читаешь, и фантазия вырабатывается, что вот я бы тоже хотел так. И знаете, незаметно-незаметно получилось так, что через лет 10-15 вот эти наивные детские мечты, естественно, по шагам, помедленно стал реализоваться. И я пришел к такому выводу, что все мысли материальные. Вот если мыслите, хотите что-то достичь, если очень хотите, это получается. То есть вы цели, которые себе ставили, в частности, в своем направлении, вы их достигли и продолжаете достигать? Да, можно сказать, да, потому что я уже сейчас себя не представляю вне музыкального мира, не представляю без скрипки, потому что это моя жизнь, и всегда готов вот этим исполнительским искусством поделиться со зрителями. Но сейчас вы сами стали мастером, мастером-виртуозом, для многих вы являетесь кумиром. Скажите, пожалуйста, у вас сейчас есть кумиры в настоящее время? Ну, конечно, есть кумиры. Это, конечно, наши великие мастера, и Спиваков, и Виктор Третьяков, и Башмед. Из молодых, не скажу, что кумиры, потому что это Дэвид Гарретт, там, потом Хейфетт, Хейфетт не молодой, ну, кумиры есть. Ну, знаете, мир двигается, появляются новые молодые артисты, молодые скрипачи, и я очень рад, что появляются очень хорошие исполнители, и вы сами знаете, что Московская консерватория, и вообще бывшая советская школа, скрипичная школа очень сильная была и есть, и рад, что вот скрипка всегда передний край искусства бывает. Скажите, пожалуйста, а у вас одна скрипка или у вас несколько скрипок? Возможно, для тренировки у вас одна скрипка, для вступления другая? Нет, у меня несколько скрипок, но периодически я использую разные скрипки. У меня есть и советские скрипки, есть и немецкая скрипка, и итальянская скрипка. Вот разное время года, смотря, куда я еду, какая погода и условия, я беру разные скрипки. Например, в Севастополе я приехал российской скрипки, которую для меня сделал сочинский мастер, и я очень горжусь, что вот моя скрипка именно российская. А есть еще итальянская, есть еще немецкая, вот это по обстоятельствам я использую. Конечно, перед тем, как я концертирую, я где-то в месяц репетирую, потому что, когда не репетируете, скрипка, как живая душа, обижается, требуется занять, репетируя, она раскрывается. Когда не занимается, скрипка закрывается. Скажите, а у вас есть любимые композиции? Есть, конечно, у меня композиции есть. Это Антонио Вивальди из цикла «Времена года», «Зима», «Лето». Есть Шарл Гуно, Мефистофель, есть Паганини, Каприсы, Моцарт. Многие композиторы, которые для скрипки писали, и не только. Потому что я играю не только скрипичные произведения, я играю и обрабатываю, современные обработки делаю для и симфонические мелодии, переложения делаю на скрипку, и оперные арии делаю, потому что со мной еще и в моих программах больших, которые проходят в Москве и в больших городах, приглашаю оперных певцов, классических танцоров балетных. И получается полноценный такой классический концерт, который более адаптирован к современному звучанию. И слушатель как-то тоже хочет общаться и знать классические произведения, но иногда они считают, что скрипка – это скучно, скрипка – это только грустно можно. Но я покажу, что скрипка может быть и веселой, и задорной, и азартной. И вот таким образом показать, что скрипкой можно быть не скучно. Я понял. Спасибо, Вардан, за интересную и увлекательную беседу. Сегодня в гостях был скрипач-виртуоз Вардан Маркос. Мы с вами увидимся в программе «Время Икс» на информационном канале Севастополя. С вами был я, Антон Сущих. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!